Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. Сегодня мы готовим один из самых популярных у нас в России салатов – салат с крабовыми палочками. Вариантов приготовления крабовых салатов существует очень много, огромное количество, и сегодня я покажу вам свой любимый. Сначала нам нужно достать из морозилки крабовые палочки и разморозить их при комнатной температуре. Либо их можно положить в холодильное отделение, не в морозилку, а в холодильник, и оставить там, например, на ночь. Тогда они хорошенько оттают. Затем крабовые палочки нарезаем мелким кубиком. Вот, кстати, я не прям-таки фанат крабовых палочек, но этот салат ем с удовольствием. Вообще, салат из крабовых палочек я люблю, хоть готовлю достаточно редко, обычно в основном на какие-то праздники. Перекладываем нарезанные крабовые палочки в тарелку и займемся помидорами. Помидорки нужно хорошенько помыть, высушить бумажным полотенцем, снять с них хвостики и нарезать. Как резать помидоры? Нам нужно половину помидорок порубить мелким кубиком, точно так же, как мы это сделали с крабовыми палочками. А вторую половину помидорок нам нужно нарезать на кружочки. На них мы будем выкладывать наш салат. Для этого рецепта я взяла 4 помидорки, они у меня были достаточно крупные. Если помидоры маленькие, то возьмите лучше побольше. И, кстати, на мой взгляд, помидоры все-таки лучше брать красного цвета, потому что крабовые палочки у нас красные и помидорки тоже будут красные. В принципе, желтые тоже будут смотреться здесь неплохо, но мне кажется, лучше, когда блюдо одного оттенка. Дальше нам понадобится твердый сыр. Можете брать абсолютно любой, какой вам больше нравится. Главное, чтобы он был твердый и его нужно натереть на крупной терке. Кстати, сыр у меня был гауда, голландский сыр. Но вы можете взять любой, как я уже сказала. Мой муж, например, просто обожает российский сыр для таких салатов и всегда покупает его. Теперь в миске смешиваем крабовые палочки, нарезанные на кубики помидоры и половину сыра. Вторая половина сыра нам понадобится чуть позже, ее пока что не добавляйте. Дальше в салат нужно выдавить немножко чеснока. Либо мелко порубить зубчик чеснока и его добавить, либо воспользоваться специальным прессом, как у меня. Если по каким-то причинам вы не любите чеснок, можете пропустить этот этап. Дальше заправляем салат майонезом, лучше, конечно же, домашним. Рецепт домашнего майонеза и даже ни один есть у меня на канале. Дальше мы салат хорошенько перемешиваем и начинаем сервировать. Берем плоское блюдо или тарелку и выкладываем на него помидоры, которые мы нарезали кружочками. Сверху на эти помидорки мы раскладываем наш салат. Лучше это делать с помощью чайной ложки, а не столовой, как я это делаю на видео. Это не очень удобно, если честно. Салат разложили, теперь посыпаем его оставшимся тертым сыром. Посыпайте прям щедро, чем больше сыра, тем вкуснее. А дальше по желанию просто украшаем наш салат свежей зеленью. У меня были веточки укропа, я их разложила вот так вот по кругу тарелки. Вы можете украсить так, как вам больше нравится, или вообще никак не украшать. Мне кажется, он и так уже выглядит отлично. Нам очень нравится этот салат, потому что он очень свежий, вкусный и в нем нету тяжести. Несмотря на то, что в салате присутствует майонез, лучше, кстати, майонез брать домашний, он все равно кажется достаточно легким и весенним. Уверена, что этот салат вам тоже очень понравится. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Уверена, что этот салат вам тоже очень понравится.